В праздничное воскресенье 13 января в сельском совете Коблева состоялось награждение участников конкурса «Волшебное Рождество», который впервые был проведен на территории Коблевской громады. Награждение проводил глава благотворительного фонда развития Коблева Бозалей Константинович, который поблагодарил всех собравшихся взрослых и детей за то, что они откликнулись на предложение фонда украсить родную громаду к Новому году разноцветными огнями. Всех с праздником и сказать спасибо всем за участие, спасибо всем, кто отыкнулся, кто захотел и сумел сделать праздничные дни, украсил свой дом и сделал настроение на своей улице. Творческий подход участников к борьбе за победу впечатлил многих жителей громады. Дело не обошлось одними гирляндами. Соседи, друзья, знакомые участников и члены жюри смогли побывать в настоящей резиденции Санты, увидеть масштабные инсталляции на тему матушки, зимы и Нового года, побывать в домике Святого Николая и увидеть необычайные рукотворные чудеса, убедиться в том, что Коблевская громада богата на умельцев, способных из самых необычных материалов создавать причудливых снеговиков, оленей, снегурочек, дедушек морозов и елочек. Пожалуй, самым важным сюрпризом мероприятия стали глубокие и проникновенные речи, произнесенные директором Новофедоровской школы Валентиной Герасименко и секретарем сельского совета Коблева Светланой Талохой. Основная мысль в них сошлась на важности единения людей и умения радоваться чужим успехам, ценить труд ближнего и верить в чудеса. И что хочу сказать, что мы також вирішили брать в цьему участь, почему? Потому что на это свято мы все дарим один одному радость, тепло, и нам також від имени и коллективу, и от имени дедов хотели бы подарить свято нашим однажданам. Но я хочу висловить щиро захопление и щиру радость от того, что в Украине еще есть родины, у которых мама и тата турбуются про то, чтобы их дети учились дарить добро и делать тепло, и дарить радость от этого конкурса. Что я поняла? За свои годы работы я поняла, что коллективные творческие справы – это очень хорошо. Но такой поддержкой… Я думаю, что каждый должен брать приклад и нести эту любовь до людей, делиться с ней, потому что разум мы сила, и громада, когда она единая, она достигает много лучших успехов, чем сварки и какие-то недружные отношения один к одному. Первое место за лучшее новогоднее украшение двора заняла семья Синишных из Коблева и получила главный приз конкурса – 15 тысяч гривен. Второе место между собой разделили трое участников. Семья Ждановых из села Виноградное, семья Кирилловиц из Коблева и школа села Новофедоровка. Каждый из них получил по 5 тысяч гривен.